смотрите первый портрет который мы сейчас рассмотрим сегодня это портрет с вообще человека до у которого есть огромный ну такой комплекс нарциссизма вот и что это за люди я думаю нам всем это известно вот я думаю даже мультики есть про это многие которые показывают человека как бы дата отображают это состояние да то есть это один из способов создавать созависимые отношения но это использование других людей в качестве зеркала такого знаете для отображения меня необыкновенного да то есть постоянно партнер в таких отношениях он призван для чего для того чтобы все время тобой восхищаться для того чтобы постоянно те греть комплименты там любить тебя вот в общем постоянно про это проговаривать другому то есть этот человек должен стремиться вообще все желания удовлетворять да и ежедневно добиваться такого знаете расположения до другого человека в случае успеха испытывать счастье вчерашние портреты созависимых очень-то звались ну да поэтому я решила вам продолжить чуть порассказывать еще вот и как правило на партнера перекладывается ответственность на его на собственное за собственное благополучие да также все время используется как источник получения благополучия вот как раз таки если человек скажем так не отвечает допустим но вот это знаете как светому зеркальце зеркальце скажи там да и если зеркальце партнер не отвечает то есть начать меньше как-то говорить про это там больше как-то игнорировать и вообще просто не опять про меня если начинает как-то меньше говорит то партнер партнера сразу хочется сменить потому что но он скажем так то есть он может быть покинут такой партнер потому что ну перестала перестает удовлетворять основную потребность скажем так этого человека там да но с другой стороны как бы человек который ему постоянно хочется слышать и комплименты да вот с комплексом нарциссизма да то есть мало того что ты хочешь слышать ты еще должен сам учишься от этого потому что есть ну как бы за потребность постоянно соответствует своим сверх ожидания от самого себя там да и и всеми возможными способами добиваться того чтобы другие люди мне говорили о том что я классный да то есть что что ты самый классный что ты самый красивый что и самый любимый вот поэтому конечно приходится очень сильно себя часто от себя много требовать много чего делать там да для того чтобы как-то очень классно выглядеть допустим вот и как правило люди какие люди становятся такими да вот нарциссами до которые жили в чрезмерной опеке родителей там да и которые родители которые считали себя такими знаете заботливыми и любящими но на самом деле просто использовали ребенка для удовлетворения своего числа в этом своих потребностей да то есть они не понимали ребенка своего практически там да но были уверены что выглядят такими знаете образцовыми родителями там да там мамы и папы образцовым вот и скажем так это знаете вот опека чрезмерно в чем была она была в похвале такой знаете чрезмерной похвале причем который ребенок ощущал что незаслуженно скажем так скажем так меня хвалит незаслуженно ребенок это понимает вот потому что постоянно к ребенку такие знаете высокие требования предъявляются вот и которые ну скажем так и ребенок скажем так все время знаете состояние жил что от него требуют больших результатов что ты все время должен как-то очень много делать для того чтобы вот отвечать запросам родителям что они же меня нахваливают там не знаю на пятерку как бы да я там не знаю на тройку учусь вот и как правило родители там да такие они часто знаете предугадывают желание своих детей то есть ребенок еще не успел там понять чего хочет там до родители уже пытаются скажем так выполнить это желание предугадать ну скажем так навязать то есть ребенку такому дается обычно очень много в жизни всего но не ну как бы но он не испытывает радость там да потому что он осознавал что знаете это все не просто так дается это все вклад в мое будущее за которыми придется отработать тогда то есть мне придется как бы скажем так долг перед родителями растет и поэтому радости от этого как бы немного потому что себя за это спросит обязательно ну вот таких мужчин кстати очень много знаю у которых такая история ну вот так сейчас что еще можно сказать ну скажем так что тут можно сказать что таких все дети часто знаете вот у них спрашивают что ты хочешь там да что ты любишь там да или там вот и вырос уже там на часто на консультациях спрашиваешь типа чё вам там хочется а там ну как бы и и получается так что люди часто не за чего не хотят потому что за них делали выбор постоянно там да они не знали чего не хотели там да там они уже привыкли не хотеть скажем так да и поэтому когда спрашивают про их желание они как бы теряются вообще не понимаете по что там какие мои желания так вот там и называют желание родителей там не знаю мы мужей там где подруг еще кого-то но не свои вот еще такой момент что родители как правило знаете с такой гордостью своих детей как бы пристав предоставлю ну представляли там да с таким желанием чтобы их тоже там хвалили прям как-то сильно вот и призывали других восхищаться своими детьми вот эти знакомые конечно могли восхищаться чтобы сделать приятно этим родителям там да но все время как бы у ребенка есть ощущение что меня нахваливают но это не не по заслугам а как раз таки когда он общался с детьми у него была возможность воспри ну узнавать то что вообще-то его по-другому кто-то воспринимает и может быть он не такой идеальный тогда и может быть скажем так то есть ну вы скажем так может быть даже не все люди высокого мнения обо мне так света пишет это про меня на сейчас после курса все по-другому после двухмесячного курса да круто что по-другому правда много для этого делаешь вот то есть тут такой момент понимаете очень важный что надо держаться как будто среди близких потому что они все эти будут горишь это офигенный вот отдаляться там да и к другим людям более там незнакомым приближаться сложно потому что как раз таки много такого отвержения и там много столкновений с тем что вообще-то ты как бы может быть там обычно даже какой-то или там как-то ну не сверх там какой-то вот и конечно тут очень много такого болезненных моментов вот потому что вроде бы с со своим близкими там не очень комфортно ты все равно вынужден как будто держаться рядом с ними потому что ну там скажем не так много фрустрации такое там да вот то есть такие обычно дети они какие пассивные не неуверенные в себе там да не но не привыкли брать на себя ответственность там да за свои поступки вот принимать какие-то серьезные жизненные решения такой какой есть двухмесячный курс это после тотальной проработки заинтересовались вот то есть ну скажем так то есть какие партнеры выбираются да у таких людей которые мало того что будут брать какую-то ответственность так еще и постоянно как бы сыпать комплиментами вот бесконечно как бы удовлетворять все потребности помогать какие-то достигать цели там да то есть объясняться постоянно в любви вот очень много мужчин таких я вот и вижу девочки пишут про мужей еще про кого-то это правда что у мужчин очень за частая история но к сожалению так вот вот то есть что ты постоянно должен слышать комплименты даже для поддержания его знаете равновесие в жизни там да как только ты перестаёшь слышать становится очень тревожно очень страшно вот и скажем так с одной стороны вот этот вот человек человек стремится как бы к созданию близких отношений вот и одновременно очень сильно их боится вот и естественно он также еще активно не привык привлекать все внимание потому что к нему было много внимания там да и вообще сообщать о своих желаниях поэтому другой человек постоянно нужно как-то догадываться об этом что там как-то там делать там да для того чтобы удовлетворить потребность этого партнера вот а нарциссы там да они постоянно как будто вынуждены демонстрировать другому человеку как что они выбрали скажем так правильный товар да потому что в таких отношениях всегда есть скажем так как договоренности такие которые не обсуждаются как во всех созависимых отношений то есть как бы я тебе в чем-то помогаю там да а ты удовлетворяешь мои потребности там да в том чтобы скажем так ну там и ты удовлетворяешь в том что я типа классный там и когда ты все время вынужден своим партнером говорить что ты классный офигенный обалденный там и вообще только восхищаться ты постоянно вынужден удерживать свои эмоции удерживать то что вообще то между не нравится что это раздражает там да вот и как бы тоже очень сильно из-за подавленных чувств очень часто очень много есть напряжения и вообще склонность к депрессии на самом деле вот и тут еще такой момент что если конечно такой человек находится у партнера да у него становится такая сверх ценность сверхзначимость там да и поэтому возникает очень сильная эмоциональная зависимость потому что ну сложно найти партнера вот а с такими требованиями когда его находишь как будто такая ситуация получается вот и ну да если ты подавляешь эмоции мы говорили да в таких отношениях там ну начинается все с головные головные боли там да боли могут быть желудки вот ну такие мигрени да вот эти вот вот и ну вот это вот виде апатия там да ведущая к депрессии там да кстати на самом деле а у нарциссов тоже очень большая склонность к депрессии потому что они тоже очень много эмоций своих как бы подавляют и часто они ну как бы скажем так у них нет понятия вот этой структуры собственного я то какое на самом деле там да потому что все время кажется что ты это все ситуации ведет часто к бессилию какому-то там да апатии беспомощность ну и потом как бы естественно к эпицентру депрессии вот потом почитаю ваши комменты в конце вот ну и что что если тут говорить как бы про родителей там да что ведет к нарциссизму какие послания там да потому что вот эти прекрасные люди там да они как бы постоянно вынуждены там знаете а у них есть еще момент такой прикольный что они вот часто болеют нарциссы да потому что тогда они как бы вот этот вот скажем так имеют вторичную выгоду очень мощную там да конечно наконец-то и могут не добиваться чего-то там да ничего из себя не изображает там да ничего не соответствует там да то есть у них есть прекрасное оправдание для того чтобы быть вообще собой там да быть собой быть нормальным человеком и как и тем более они получают еще внимание дополнительную опеку что так важно в таком состоянии вот и родительские послания какие тут акции вот сначала они болеют а потом часто они снимаются алкоголем наркотиками подснимаются вот перееданием там психотропными препаратами для того чтобы снизить какую-то тревогу свое вот еще кстати момент такой важный что у них нет боже мой можно бесконечно говорить у них как бы нету насыщаемости то есть знаете если одному человеку там достаточно сказать одному раз лучше ты классный спасибо тебе там этому непонятно то есть ему до 10 расскажет офигенный это как бы утром и вечером вот желательно нет этой насыщаемости как бы веры в это нет вот и какие двойные послания там вообще послание родителей какие там ведут к этой ситуации то что ты особенный ребенок ты не такой как все да там ты уникальный да ты не должен сильно там не знаю себя утруждать ты всегда должен рассчитывать на мою помощь там да вот ты должен многого добиться потому что я смотрю на тебя не знаю вижу что ты знаю блин родился с золотой ложкой там конец там я вижу что ты этот какой-нибудь мега успешный будешь там да вот ты не должен ничем беспокоиться пускай другие тебе беспокоятся там да или там мама говорит там я окружу тебя заботой которая там ну тебе не надо будет о себе думать самому да ты самое главное что есть в моей жизни там да я все для тебя дам лишь бы тебе только было хорошо вот мир слишком опасен ты нуждаешься в защите от него естественно со мной рядом вот тебя не достойны необычные люди вот тебя не достойны как бы да то есть как бы они должны быть какие-то сверхъестественные вот потом что там еще может быть ну то есть там много всего короче там прям бесконечность то есть в результате это низкая самооценка страх сильный страх провалы но и сильный страх успеха огромный страх быть отвергнутым вот и ну там зависимо сильно от мнения окружающих ну и часто апатия такая и без инициативность завидла где с таким детям что давайте почитаю чуть-чуть чего написали ну а дальше мы еще обсудим очень знакомый всем портрет ну а ну а ну а ну а наташа наташа прошу совета помощи нахожусь в отношениях год парень прямо говорит что не любит меня и мы решили разойтись до сих пор у нас не получается нахожусь зависимых зависим эмоциональной ну вот читайте книгу женщины которые любят слишком сильно таунсэнда вроде бы написал вот потому что ну если вам с не любят там да и вы находитесь в этих отношениях год но у вас серьезная проблема какой из двухмесячный курс это после тотальной поработки но на самом деле это я про него там ну как бы немного рассказывать сейчас у нас как раз таки завершается а да он был для тех кто проходил тотальную проработку созависимости кто захотел дальше это был такой мощный двухмесячный курс очень интенсивный вот сейчас он как раз таки приходит к концу вот и там было пару участников наверное которые не были из из других курсов вот они начинали ну скажем так тотальная проработка это такой момент что кому-то зайдет и как бы будет достаточно кто-то захочет там еще дальше идти там да конечно просто через курс это как бы выгоднее ну и круто там очень много практики вот поэтому да есть такой курс есть я прям им горжусь вот боя похоже на землю на семью мужа он боялся как мне сказать стать независимым потому что могут попутать что доказать что ты стоишь ругать отзывается вижу пипец еще так не привыкла что кто-то звонил так там вопросы дальше таки знаете на пол эфира пойдем дальше вот дальше у нас портрет следующий это портрет человека с ненасытной жаждой любви я думаю это самый типичный типичный тип вот который встречается я помню в себе это очень долго прорабатывала на самом деле мне тоже знакомо вот ну что что такое то есть это один еще комплекс который ведет к тому чтобы создать созависимые отношения там да то есть это невротическая потребность любви да вы можете почитать у кого кому отзовется есть книга карин хорни там да невротическая личность нашего времени кто находится в чате добрые созики всех стал моем в телеграме я вам скидывала там да вот то есть скажем так очень похожая тема как с нарциссизмом там да ну то есть любовь через собственное отражение в другом человеке там да но как раз таки есть тут отличий много вот и мы сейчас про них поговорим потому что понятно что дело что все мы хотели бы что нас любили там да и нам всем это очень важно это наша базовая потребность чтобы нас любили вот пришла как домой нате ну приходи садись чай тогда наливай раз пришла как домой вот то есть ну скажем так для ребенка это вообще условия выживания там да для того чтобы мама его любила вот и в чем как бы тогда отличается потребность нормальной любви от невротической там да первое это наверное такой навязчивый характер вот то есть если скажем так переживание отсутствия любви там у взрослого человека там да у него скажем так если ее сейчас нет то есть это не приносит знаете это не какая-то катастрофа в твоей жизни там да это просто часть жизни ты можешь быть все равно успешным ты можешь радоваться как это знаете проживать свою жизнь там не знаю наслаждаться ей там да как бы скажем так чувствовать себя счастливым там да даже если ты не чувствуешь себя любимым данный момент или ты не любишь кого-то вот и как раз таки в при невротическом состоянии там да как раз таки это может ну как бы это не вообще невозможно то есть да то есть человек там даже грубо говоря там я не говорю про влюбленность про что-то еще если человек с ним разговаривает скажем так просто каким-то другим тоном неприветственным каким-то не теплым кажется сразу что тебя вообще там отвергают не любят ну вообще там жесть какая-то вот дальше это неспособность быть одному и страх одиночества да то есть как только получается человек скажем так невротический там да которого невротическая это потребность любви носит скажем так скажем он находится в одиночестве там да как только там да он испытывает огромную тревожность то есть очень сильная тревога там да может кому-то отзывается кто-то знает часто слушаю думаю боже мой я реально так если помню такое на роли десять назад это было жесть ну вот то есть то есть все время есть потребность что кто-то был рядом с тобой там да и вы знаете вот как жены бывают там зайти по несколько раз в день там мужикам своим там на работу там еще куда-то как бы обсуждать какие-то знаете несущественные вопросы и требуют внимания там да и вот это вот скажем так постоянное внимание партнера детей обладает такой сверхзначимостью да поэтому если партнер как бы скажем так выражает какое-то недовольство каким-то плотным знаете частным общением там да человек чувствует на грани катастрофы то есть частыми такие запросы там он там не знаю не отвечает мне на смс там он там не знаю среди дня со мной не общается это невыносимо просто невыносимо вот то есть как бы это катастрофа вот вот это конечно очень тяжелая история вот и скажем так и вот что важный момент такие люди они ну скажем так они когда расстаются они не могут так знаете идти в пустоту типа так там как-то посмотреть кто мне там нравится не нравится там типа вообще что происходит они для них это не вообще не вариант для люди которые сразу в первое там отношения скажем вливаются там да потому что ну скажем так основе свой выбор на первом попавшемся человеке вот потому что и который вообще может совершенно не подходить вообще никак но от того что невыносимо быть одному выбираешь вот такое потому что главное чтобы тот человек согласился быть рядом вот и вот это вот да я вижу много кому отзывается вот потому что такой страх одиночество сильный что при этом другой партнер даже если он вообще не в кассу вообще не нравится там еще что то он приобретает сверх ценность там да то есть люди которые у них огромная жажда любви они готовы платить за это чем угодно за отношения унижениями там терпят насилия и вообще отказываться от своих интересов вообще как в порядке вещей то есть естественно что в таком состоянии они не получают удовлетворения от отношений да но не находят как раз таки сил их разорвать как вот девушка писала там да что не может разорвать отношения год потому что скажем так огромное вот это вот знаете страх скажем так оказаться в одиночестве вот и вообще это очень как бы такая тяжелая история и вот скажем так для них это более непереносимо чем быть в отношениях таких ужасных вот очень много манипуляций для того чтобы поддержать куда знаете привлечь внимание какое-то к себе там да то есть огромная скажем так ну там все способы манипуляции они знают того чтобы привлечь к себе любовь и внимание там да не знаю там подкупы если ты будешь со мной сделать просто и сделаю там все что угодно там да демонстрация там не знаю беспомощности выучены там такое знаешь а я без тебя погибну я без твоего внимания никак типа я без тебя вообще не справлюсь там ну вот это вот все там да ну и какой-то призыв такой знаете может к справедливостью там да я столько делаю для себя а ты там что там я не знаю тут тебе борщ варит ты даже трубку поднять не можешь там да если бы я была на твоем месте я проявила бы больше внимания там проявляла бы больше внимания к своей женщине там да вот и скажем так вот самый что интересный момент что огромная ненасыщаемость ну это просто дыра в душе понимаете и как бы сколько бы там другой человек там те не делал не кидал туда этих комплиментов любви там я не знаю еще чего-то это вот невозможно как бы насытить вот часто бывает такое что на курсах как бы как все время как будто недостаточно там говоришь делаешь еще что-то все время мало тогда это про человека про ненасыщаемость про неспособность взять как бы да про неспособность это присвоить там да и постоянно ну как бы потребность вот как бы ну тебя закидывают как бы да там пусто но вылетает куда-то там да как бублик там да вот то есть как бы не способна вообще невозможно насытить там да и никогда тебе не бывает достаточно внимания никогда не бывает себе недостаточно там как бы тепла любви поддержки то что тебе дают там да то есть постоянное скажем так требования этого внимания и конечно же другой партнер вообще устает вообще-то от этого начинает там отдаляться там до хочет отдохнуть этих требований постоянных там да и часто демонстрируют ну как бы оставлять человека в одиночестве и демонстрирует свою холодность то есть ну как потому что это уже невыносимо вот почему это важно прорабатывать и работать над собой потому что отношение краски и партнер там уже как бы уже все там что мог дал как бы да что от него там уже нормально скажем так не знаю там деньги зарабатывать дом строят там как бы да вот а ты умираешь потому что на смс не отвечает грубо говоря вот скажем так какие есть требования там да у человека с такой невротической потребностью там да что метам должны любить там да не смотри на то что я это плохо себе веду то что там я куда поведение стремное там да вот а если меня знаете вот знаете как сказать и часто есть фантазии что как бы если их бросают что любили не меня комфортную куда жизнь со мной вот такие знаете есть мысли вот если человек там меня любит он должен приносить меня там что-то в жертву там да вот если он ничем не жертвует ради меня значит он меня не любит там да окрас таки жертвовать нужно чем отношениями какими-то деньгами друзьями своими ценностями интересами вообще своей жизнью вот то есть это постоянно такая потребность есть вот и кажется что нормально человеку вот и а дальше что постоянная ревность партнеру это тоже такой важный момент вот что еще там то есть ты постоянно скажем так ревнуешь там под вообще причем скажем так ревность нового повода нет но это все происходит из того что постоянно и как бы страх утраты чаще всего там да это она возникает даже когда человек просто занимается каким-то своим делом он работает не знаю там пошел на встречу с друзьями там знакомыми с коллегами восхитился другим человеком не знаю уделяет скажем так что там за движуха происходит ой ладно потом почитаю потом потом поудаляю кого надо очень получается как что очень сильный страх очень сильная тревога не так это пускай люди остаются кому невыносимо это же они привыкли терпеть то что им невыносимо пускай остаются в них же много вот пускай остаются и терпит остается в комфортных условиях для себя вот и дальше что происходит в общем ты постоянно получается как бы ну там ты очень сильно тревожишься тогда и от того что другой партнер там не со мной вот я думаю что вообще я думаю что есть еще и дополнительные типы более того потому что все как бы не описываются типы вот ну как бы это сложно довольно предсказать конечно это миксуются между собой там да вот у меня там два сочеталась помню точно вот поэтому я не знаю если вы нашли какие-то отголоски в себе там до четырех типов значит ну вот так есть как бы нет же таких исследований знаете прям которые там скажут только что столько так и все это как бы основные типы выделяются что еще можно сказать что у них есть еще болезненное такое знаете восприятие когда если кто-то отказывает в чем-то его или возражает но это прям вообще невыносимо там да потому что кажется что меня отвергают меня оставляют там да и тут очень важный момент наверное какой что на люди они думают что им отказывают навсегда я в таких случаях я говорю в этом спрашиваете вам отвечают не знаю там отказывают там на день там не знаю там на час в данный момент не могут когда смогут там да вы как-то проверяйте потому что из этого страха отвержения как бы вообще страх спросить что там будет дальше ты не спрашиваешь не интересуешься надумываешь себе еще хуже ситуацию там да а в итоге получается так что там даже если вам откажут ну вы тоже замечаете вот допустим ну допустим ситуация какая-то мне там не знаю там а кто-то до 8ми дом отвергли как цвет отвергли ну там его сказал что там на выходных он не может с нами встретиться налам позвонил на выходных что-то там спросил парoger дала все остальное я тоже замечательно что кровос прям как-то сильно очень отвергает ли бы он просто занимается своими делами он занимается своей жизнь, он как-то сейчас выбирает себя и там какие-то свои интересы. Это же очень грустная история, если вы хотите, чтобы знаете, вы по первому звонку позвонили, а другой человек прям, знаете, прям прискакал и ответил, и как бы только был, не знаю, там рядом с вами. Значит, у него в жизни там особо тоже ничего нет. И такие люди, ну, это тоже грустно, потому что, ну, это прям про созависимое-зависимое отношение, там, да, потому что, ну, ты как бы постоянно, получается, вынужден, ну, скажем так, ну, в чем прикол, как бы общаться с человеком, которого ничего нет, кроме вас? Кто хочет такую кофту? Вот, поэтому, скажем так, что-то скажет про это. Ну, тоже, знаете, вот, когда с вами партнер из-за страха, там, да, там находится, или там, если резко начнет общаться больше из-за страха, вот, подумайте вообще, насколько вам это приятно. То есть, когда выбирать не вас, а потому что тревожно и страшно. Ну, то есть, как часто, может быть, вы поступаете подношением к другому, ну, там, одно дело, когда ты занимаешься, болечишься, еще что-то там делаешь, там, да. Вот. Ага. Так, ну, что, что ты скажешь, да, то есть, это, ну, как бы, вот, почитайте Карин Хорни книгу, кому это отзывается, потому что женщины, которые любят слишком сильно, у них тоже эта книга подходит под описание, там, женщин, вот. И что еще интересно, там, да, что как раз-таки вот-вот вырваться очень хочется из этого круга, там, да, вот, что ты не получаешь любовь, там, да. И, скажем так, все время эту потребность, там, в тепле, в ласке, там, не знаю, там, чтобы внимание, там, да. Да, потому что такие люди часто очень создают отношения, кстати, в которых потеря, как бы, любви практически неизмежна, да, потому что ты вроде бы очень сильно в этом нуждаешься, но очень сильно разгоняешься, там. Читать невротическую личность очень интересно. Дайте я одного человека заблокирую, я прям не могу. Он такой классный, конечно, но что-то мне мешает. О! Прямо стало уютнее, чувствую сразу. Ну, вот, вынуждена заботиться и себе, и о вас, чтобы вам тут тоже комфортно было. Кто, 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 как не мы. Вот. Что-то, скажем так. Тут еще, скажем так, невроти, у кого вот эта жажда любви, они часто сами любить не умеют. Но это нормально, потому что их никто этому не научил. Вот. Так, сейчас почитаю ваши, что вы написали, и буду убегать. Я сборник всего, прям страшно. Ну, так вы же идите на курс, будем, начнем уже работать, это уже будет классное начало. Угу. Так, у меня появляются хейтеры. Это говорится о том, что аккаунт растет. Так. Спасатель, жертва и нарцисс. Угу. Ну, вот видите, хорошо, что вы про себя знаете. Написано на кофте, когда хочу, так дай дура. Да, написали уже. Так. У меня созрел вопрос. Правильно ли я понимаю, что если сильно утрировать, то созависимость борется осознанным пофигизмом по отношению к другим людям или любым другим зависимостям? Что-то я не поняла, честно говоря, вопрос. Он слишком утрирован, и это правда. И мы работаем над тем, чтобы не терять себя в отношениях, там, да, не, как бы, не быть, как бы, таким, знаете, терпилой по жизни. Вот, чтобы создать здоровые отношения, чтобы о себе заботиться, там, да, быть в взаимозависимых отношениях с партнером, там, да. Это не для того, чтобы разрушать свои отношения, а для того, чтобы комфортно в них себя чувствовать. Потому что у многих людей есть классные отношения, они просто там страдают, мучаются из-за своих детских переживаний, из-за своих детских травм. Да, потому что очень много отзывается там, да, то, что там есть какие-то схемы поведения, которые ты выучил в детстве, там, да, от родителей. Ты их пытаешься там повторять сейчас, пытаешь в эти истории. Прическа идет, спасибо. Тик. Пофигизмом очень тонко гранит. Не будьте вы никогда пофигистами. Что у вас за фантазии такие? Я не понимаю. Если вы, вас уже... Никогда вы не станете пофигистами. Это как бы, если ты уже такой, как бы, то ты такой, как бы, да. Да, если у вас это есть, это вот какая-то фантазия о том, что я стану бесчувственной сволощью, там, да, или еще кем-то. Это такой фантазия. Никогда вы такими не станете, как бы, этому нельзя вот прям научиться. Да, типа, если вы поработаете над созависимостью, то вы там выйдете из отношений. Самые страхи. Потеряются отношения, разрушатся отношения, а кто-то пишет, я потеряю свой, там, кайф, удовольствие. Да, откуда вы вообще взяли, что вы думали, во-первых, так, что это все так просто, во-первых, да, фантазии такие, да. Во-вторых, фантазии, что что-то как-то можно потерять. Можно, наоборот, себя классно чувствовать. Находиться в отношениях из удовольствия, там, да, из интереса выбирать другого партнера, там, да, не цепляться зубами, потому что тебе страшно, тревожно, там, невыносимо, там, да, или потому что боишься жить один, не умеешь жить один, как бы кажется, что не справишься ни с чем, да, терпила и быть в отношениях, там, да, что вы потеряете, не знаю. Вот. Ребят. Нет, контрзависимость – это контрзависимость, пофигизм – это пофигизм, это разные вещи. Просто оно считывается так иногда. Вот. Если надо про контрзависимость, провести эфир, потому что очень много вопросов. Вот. Ну что, ребят, убегаем. Хорошего вам вечера всем. Хорошего настроения. Хорошего вам вечера. 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 Продолжение следует...